Так что же вы сейчас видите? В принципе, я не думаю, что в большом количестве в мире был бы создан такой, именно такой самолет. Потому что он был сделан в разряде 1 к 100. Делал его в свое время восточно-германское предприятие, Шлюгерфлюмер, не помню, как оно называлось, естественно. И в свое-то время этих Ту-20 было как у дурака, махорки, потому что их очень сильно много поставляли. Ну, их было много в действительности. Они даже, по-моему, в России, даже в Магнитогорске как-то были. Еще был Ту-144, я вам уже показывал его. А вот остальных как бы-то, ну, еще была иногда такая штука под названием Комета, я уж потом уже себе куплю. А вот дальше ничего в природе своей не было. И то, по сути, события, некоторое количество вещей мне привозили из Москвы, естественно. И мне всегда они нравились, но нравились почему? Потому что я собирал, и они были красивыми, большими и замечательными. Сегодня и сейчас я потом куплю уже в размере Ту-95. В размере 1 к 72 он будет чуть-чуть подлиннее. Чуть-чуть подлиннее. Чуть-чуть. Не сильно много, естественно. Но почему я его решил переделать? Потому что, по моему мнению, Ту-20 вообще не существовало. Был всегда Ту-95. Но в свое-то время у нас все это дело, естественно, закрывали. Никто не знал, о чем идет речь. И сделали, получается, Ту-20. Не перешей, а боли хвост, естественно. Дай-то Бог. И по полностью отказались от вооружения. Что сделал я? Во-первых, я перелопатил большое количество интернета. Вот иногда интернет нужная штука, правильно? Обратил внимание и переделал целиком носовую штуку. Там были двойные радары. То есть не то, что было там специально второй радар. Поставил так, как нужно было сделать. Естественно, я поставил туда штуку под названием приемник топлива. Потому что Ту-95 это очень серьезные модели были. Это не то, что серьезные модели. Они до сих пор еще есть в рабочем состоянии. И будут они до 2040 года у нас. Они будут летать, 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 летать. И что у них будет? В данной ситуации я решил подумать и включил мозги. Опять же, не буду ничего говорить. Я вот залез в интернет. Посмотрел внимательно. Ну и решил его вооружить как основные части, которые я показывал. Но не стандартными последнего типа ракетами крылатого базирования, естественно. Крылатые ракеты. Мне как-то однажды говорили. Сейчас расскажу, небольшой нюанс. Это дело было в 1984 году. Мы сделали такую интересную штучку по названию «Откуда исходит угроза мира». Там что-то неправильно сказали. По сути событий, крылатые ракеты там и изобрели. Ну просто мы немножко промолчали. Ну да ладно. С другой стороны, крылатые ракеты кто изобрел? Даже не американцы, не англичане. Крылатые ракеты изобрели кто? Кто изобрел крылатые ракеты? Фау-1. Не слышали? Но этого зря, кстати. В интернете надо поискать. То есть их изобрели, естественно, немцы. А мы уже потом переделали. То есть это были стандартные крылатые ракеты. Я такую же крылатую ракету сделал, только я сделал ее дополнительно с двигателем. Потому что, как правило, двигатель там уже не показывается, но двигатель стоит снизу. И вот в этой ситуации я разместил то, что должно было быть. О этого ничего не будем рассказывать. Это все есть. Airliner's Net, JetPhotos.com. Все фотографии есть. Ничего я не придумал, естественно. Я просто сделал по-другому. И сам возникает другой вариант, если это вообще в природе своей у кого-то дома. В этом смысле я очень сильно-сильно сомневаюсь. Потому что, ну, пришлось поработать. Пришлось поработать, пришлось сделать. И в итоге, в итоге я доволен этой работой. Не так часто я бываю в топе, но в данном случае я в топе. Самая забавная ситуация, в чем возникла-то у меня. И поэтому я благодарю товарищу, который Андрей. Он замечательный авиамоделист. Он не только авиамоделистом занимается. Он сейчас танки делает. Найти его несложно. Рядышком на правде туда немножко чуть-чуть. Если на северочек-то, вот где у нас небольшие такие одноэтажные здания есть. Там, где вы выбираете свою квартиру. Ну, там найдете вы его. Найдете. И выберете то, что он вам хочет показать. И сделать, естественно. И именно благодаря ему он дал мне декали. Потому что декали просто не существует. Вроде бы то, что было, естественно, это было не очень хорошо. Я их, естественно, удалил. Все остальное пришлось, естественно, повозиться. Но на удовольствие оно того стоит. И, к слову о том, что это моя уже 57-я модель. Это уже последние варианты, которые я начинаю сейчас показывать. Потому что, когда я был солопедом, у меня их было примерно моделей хорошо покрашенных. Всего лишь, ну, наверное, 10. Не более того, как. А сейчас повеселее стало. И когда мне говорят, что я фраер ушастый. Может быть, я фраер ушастый. Я потом покажу количество приспособ. И если эти же приспособы примерно из той же оперы будут у каждого первого, кто занимается покраской моделей, в смысле, какие модели автомобилей больших, естественно, то, может быть, так оно и будет. А может быть, окажется, что я уже умею красти машины. Продолжение следует...